То странное чувство, когда статистически фильм не очень. Геральта нет, а плотва не шевелится. Битвы ужасны, хуже них только звуки сражений. Сюжет слабый, не цепляющий. Злодеи не какущие, и фишт их тут ни при чём. Фильм игнорирует Ведьмак 3, в то же время заимствуя его элементы. А ещё и Сапковский признался, что его Ведьмак как бы и не славянский ни разу. Якобы это самое славянство миф, которым обросли его произведения, просто потому, что имя Геральт звучит более по-славянски, чем, например, Конан. И всё же, я посмотрел его с удовольствием. И даже открыл для себя много нового, пересматривая в дубляже при подготовке к ролику. Так, о чём это я? В начале декабря, ещё до Чеканной Монеты и Школы Бодибилди, вышел полноценный и полнометражный польский фанатский фильм по мотивам Ведьмака. На полвека поэзии позже, ну или спустя полвека поэзии, не суть. Тогда я не успел подготовить этот ролик, ибо сериал, работа, Новый год, а сейчас вот решил вспомнить и всё-таки закрыть гештальт. Смотрели вы или нет, неважно, понятно и интересно должно быть в любом случае. Зараз всё бшакананно. Привет, странники! Моё имя Эвуис Ребус, и это просто канал об играх. Если хотите быть в курсе выхода всех новых роликов или начале стримов и больше никакой лишней информации, подписывайтесь на мой канал в Телеграме. Ссылка в описании. Ну а фильм стартует с предупреждения, что проект совершенно не коммерческий, а значит бюджетов нет, и сравнивать с голливудскими блокбастерами его не стоит. А также о том, что все права принадлежат их владельцам, и никто на этом фильме ни копейки не заработал. Нынче Сапковский уже не готов продавать их за пару тысяч долларов всем подряд. Следом мы видим поле битвы, черепа, вилы, прочее оружие, и ведьмачьи медальоны, под зачитывание цитаты из книги «Монструм» или «Ведьмака. Описание», существование которой нацелено на разжигание ненависти к ведьмакам. Впоследствии именно это книгам во многом станет причиной нападения на ведьмаков, их истребления и почти полного разрушения Каэр Морхена. Зная все это, может показаться, что мы видим недавнюю осаду Каэр Морхена. Но нет, это всего лишь атмосферное вступление. Можете забыть о нем. Что важнее, сейчас 1286 год. Фильм рассказывает о событиях после книжной саги, игнорируя события игр. В конце книжной истории, в 1268 году, Геральт и Йеннифер условно погибают, а Цири перемещает их на остров Яблонь. Это значит, что события фильма начинаются спустя 18 лет. Далее нам показывают Каэр Морхен и взрослого мужчину, который смешивает какое-то зелье. Как мы узнаем потом, это Висемир. И смешивал он, вероятнее всего, белую чайку, легкий ведьмачий галлюциноген для расслабления. Впрочем, судя по лицу в саже, видимо, не очень успешно. Также видим Ламберта, полирующего свой меч. И Эскеля, который вернулся с трофеем, напоминающим руку утопца. Самого жалкого монстра, которого ведьмаки убивают за никчемные гроши. Вероятно, этим нам хотят показать упадок ведьмачьего ремесла. В это же самое время, к ведьмачьей крепости продвигается отряд неизвестных вооруженных людей. Наступает ночь, и Висемир продолжает читать памфлет о ведьмаках, как будто впервые его в жизни видят. В момент первого просмотра я думал, что нам показывают прошлое, и сейчас будет осада Каэр Морхена. Ну, может быть, вторая волна, учитывая вступление. Но снова обман. И нам лишь напоминают, что ведьмаки не в почете, и что след их должен быть стерт с лица земли. На этом вооруженные бандиты нападают на Эскеля и Висемира. Ламберт той ночью отправился на охоту. Кто именно напал на ведьмаков, неизвестно. Во время стрима по фильму было выдвинуто предположение, что это саламандры, появление которых формально совпадает с началом первой игры по вселенной. Но конкретного ответа мы так и не получим. В неравной схватке двое против толпы, с плохой неэпичной постановкой боев, плохим музыкальным сопровождением и плохими же звуковыми эффектами побеждают ведьмаки. Даже Ламберт почуял неладное, нашел след нападавших и зашел с тыла. Казалось бы, нападения отбиты. Бандиты бросаются в рассыпную и сваливают подальше, но тут появляется он, а высокий и лысый кто-то. Чар шутил что-то про Бразерс, но я так и не понял, что он имеет в виду. Кто этот лысый громила, мы так конкретно и не узнаем до конца фильма. Его имя останется для нас неизвестным, а мотивы будут настолько туманными, что можно новую часть Сайлент Хилла пилить. Единственное, что нам пока известно, он убивает ведьмаков и собирает ведьмачьи амулеты. Всё. Немым голосом и не шевелящимися губами лысик отправляет элитных солдат-четовиков за веси миром, а сам вступает в бой с Эскелем. Ламберт же в это время разбирается с остатками пушечного мяса. Эскель, выкручивая свои пироэты, проигрывает громиле и теряет голову. А когда-то говорили, что по силе Эскель не уступает самому Белому Волку, хотя Геральт и вовсе от вилл простого крестьянина умер. Так что оба хороши. Веси мир, несмотря на поддержку лучников, уделывает щетовиков, взяв в руки сразу два клинка. Как тебе такой не канон, зритель? Привлекает внимание лысика и, укрывшись в закрытом помещении, смешивает алхимические ингредиенты для создания взрывчатой и легковоспламеняющейся смеси, которые срабатывают как раз в тот момент, когда лысик уже готов забрать себе очередной медальон Волка. Как итог, Ламберт теперь последний ведьмак Школы Волка. Вот так вот, за 15 минут фильма, один обычный лысый мужик убивает сразу двух ведьмаков, опытного Весемира и сильнейшего Эскеля. Откуда у него такая сила, чтобы без проблем, играюще, завалить в открытом поединке одного ведьмака и вынудить второго пожертвовать собой, ей без понятия. Это такой шок, такой разрыв шаблонов, такое нарушение ожиданий, что фильм хочется прекратить смотреть на этой же минуте. Но смотрим дальше. Далее происходит таймскип длиною в 18 лет. Таким образом, после смерти Геральта прошло уже 36. В 18 из них среди ведьмаков Школы Волка живым числится только Ламберт. И всё же на листовке всё равно показывают Геральта. Отличная отсылка не только к играм из-за шрама, но и к труду Людика полвека поэзии, благодаря которому даже спустя почти полвека о Геральте всё ещё помнят. Наконец, на полвека поэзия встречает нас с хорошим саундтреком и красивыми видами. После сцен в крепости это как бальзам на душу и даже сразу появляется желание смотреть дальше. Нас знакомят с Трис, которая выполняет поручение ложи чародеек по поиску отступницы, которая сбежала из Аритузы, прихватив с собой Доплера. Ложа в полном сборе и явно обладает властью, а значит Родавид так и не начал свою охоту за чародейками. Меригель сообщила своим сёстрам, что наткнулась на след и теперь держит путь в ближайшую деревню, где в Корчме, к нашему приятному удивлению, встречает Людика, который в окружении женщин поёт свои баллады. Людика играет тот же самый актёр, что играл его в старом польском фильмо-сериале. Поёт душевно про то, что легенды не умирают, явно намекая на сами знаете кого. Да и вообще вся сцена в таверне, это наверное один из самых лучших моментов фильма. Картинка оживает, атмосфера прёт со всех сторон, ты веришь происходящему и с головой погружаешься в этот мир. Очень круто. Оказывается, что Лютик и есть информатор Трис, но стоит ему согласиться на помощь, как появляется Ламберт. Старые друзья обмениваются любезностями и плавно пересаживаются за столик. Лютик травит байки и шутит про платву. Тут же нам показывают Юлиана, сына Лютика. Одного из многих, конечно же, но кажется самого любимого и явно пошедшего по стопам отца. Ведь следом за ним в таверну врывается разъярённый отец, готовый порвать юнца за то, что тот лишил девственности его дочь. Ламберт сначала отмечает, что Геральт бы помог в этой ситуации, если бы был тут, конечно. Но потом всё же сам вступается, но уже за Лютика, который защищая сына перевёл гнев на себя. Конечно же, ведьмаку хватило одного удара, чтобы обезвредить толстячка. Только вот людям в таверне это не понравилось. Они догадались, что перед ними ведьмак, а мутантов не только не любят и не хотят видеть, но из-за них ещё и награду дают. Так что, не желая устраивать бойню, Ламберт, Лютик, Трис и Юлиан быстренько сбегают. Впрочем, без потерь уйти не удалось. Лютику становится плохо. Трис сказала, что проблема с сердцем и магия тут почему-то бесполезна, что ну очень странно. И за считанные секунды вселенная ведьмака лишается ещё одного легендарного героя. И снова глупая смерть. По волшебному взмаху сценариста. Я, конечно, понимал, что у Лютика роль эпизодическая, но и подумать не мог, что его выведут вот так вот, оставив это непонятное кудрявое чучело вместо него. Со временем Юлиан, конечно, докажет, что он истинный наследник Лютика, но на тот момент такого ощущения не было. Минуя прощание с легендой, герои решают, что делать дальше. Между делом мы узнаем, что за Ламберта, последнего ведьмака, дают 3000 оронов и что он надеялся на большее. Зачем кому-то в принципе понадобился последний ведьмак, от нас умалчивают. Вместо этого Трис рассказывает о своём задании и просит Ламберта о помощи. Если бы это был Геральт, то тот бы, конечно, согласился. Ламберт же против. Он ругает чародеек и королевство за то, что они не помогли им. Жалеет, что защищал людей от монстров и даже выбрасывает свой медальон. Предлагает теперь Юлиану спасать мир, как когда-то Геральт, о котором так много писал его отец Лютик. Сцена немного сумбурная, но довольно сильная и полностью отражает взгляд Ламберта на всё то, что тот думает о ведьмачестве. Ламберт не Геральт и никогда не был им. И всё же дальше они выдвигаются пока вместе. В фильме все моменты, связанные с дорогой, шикарны. Герои общаются и шутят. Юлиан ведёт за собой Ламберта и Трис, основываясь на записях отца. Заодно предлагая рассказать ведьмаку знаменитый стишок. Даже трогательный момент развеивания прохалютика умудрились преподнести с иронией. Но пока главные герои где-то ходят, мы возвращаемся в злополучную таверну, куда, услышав о ведьмаке, наведывается тот самый лысик. Да, живой, хотя и слегка помятый. От местных он и узнаёт, куда примерно направилась троица. Забавно, что толстяк называет лысого мутантом, хотя по каким параметрам он это определил, совершенно непонятно. Никаких внешних изменений, кроме разве что размера и обычного шрама, нет. Этот же разговор смогла подслушать отступница, за которую охотится Трис, и с заданием захватить ведьмака, а также отравить остальных, направила на перехват Доплера. Зачем отступнице ведьмак, вопрос хороший. Скорее всего, он понадобится в исследованиях, либо как человек, который что-то знает, либо как просто набор ингредиентов. Подробностей, как мы уже привыкли, не будет. Зато мы узнаём, что отступница это симпатичная чародейка по имени Арнелла Вига, которая использует книгу Альзура, непонятно где найденную, чтобы воссоздать эксперимент по обращению ведьмака. Якобы в ходе своих исследований она заметила цикличность в появлении монстров. Сейчас их почти нет, но скоро твари полезут из своих нор вновь и попытаются уничтожить всех людей. Поэтому чародейка и пытается воссоздать тех, кто сможет остановить нашествие монстров, но не найдя поддержки в Аритузе, пошла в самоволку. Так что отступница не то чтобы совсем плохая, и как бы действует ради общего блага. Впрочем, результаты у неё пока что не очень. Сама теория тоже вызывает сомнения, хотя и может объяснить один момент. Когда эльфы правили землями, у них не было больших проблем с монстрами. Когда же люди стали захватывать материк, те активизировались и стали большой угрозой. Возможно, всё дело в циклах, но хрен его знает. Тем временем, троица добирается до деревни Новые Пупки. Там их замечает местный бургомистер и предлагает остановиться не в таверне, где грязно и дорого, а у себя. Тем более, что он узнаёт Трис, а также по медальону опознаёт Геральта из Риви и его спутника Лютика. Новые Пупки – прекрасное место. От названия до обитателей. Возможно, деревня слишком активная в местах появления героев, но это нельзя назвать минусом. Вал Азат – так и вовсе лучший персонаж второго плана. Ему даже веришь, когда он путает героев. А ведьмаки Геральт и его другие Лютики действительно знают многие. А в компании с Трис только их и ожидаешь увидеть. При этом, у него есть мотив так радушно принимать в доме мутанты и чародейку. Деревню достаёт какая-то ведьма, которая крадёт сирот и пожирает. Кто как ни 14-я холма и легендарный Белый Волк смогут с ней справиться. К тому же Трис догадывается, что ведьма, крадущая детей, не кто иной, как нужная ей отступница Орелла. Так что выгода получается обоюдной. Одно но. Гены Лютика не дремлют. И несмотря на важность задания и обсуждения дальнейших планов, первым делом Юля нарвётся под юбку дочери Бургомистра. Только вот девочка оказывается мальчиком, чем и повергает в шок случайного свидетеля. Кроме того, Ламберт замечает яд в вине и предупреждает о нём остальных. Небольшое расследование указывает на работу Доплера, которого ранее направила отступница. Только вот он схватил не того и вместо настоящего ведьмака притащил в убежище Юлиана с ведьмачьим амулетом на шее. Пока Ламберт и Трис идут по следам, разбираются с Доплером и проникают через иллюзию в тайну обитель чердейки, Лютик какими-то невероятными флюидами умудряется соблазнить отступницу, хотя она знает, что это не ведьмак. В итоге неловкая сцена и ведьма оказалась обезвреженной на полу. Но пока Ламберт отвлекается на девочку, которой подвергли мутациям, он в шоке, его можно понять. А Трис и Юлиан смотрят просто по сторонам, отступница хватает с пола нож и всаживает его ведьмаку в спину, после чего, забирая книгу Альзура, убегает. Конечно, давайте оставим врага за спиной, никак не ограничив её движение. Конечно, куда Ламберту, хвалённому ведьмаку, закалённому в боях, почувствовать такое неловкое движение и на рефлексах увернуться? Конечно, зачем косой чародейке и неконтролирующему свой третий меч Барду следить хоть за чем-то-то? Отлично! Молодцы! Хорошо сработано. А теперь в погоню. На улице троица уже встречает лысый громила с изуродованным лицом. И пока Ламберт не верит глазам и ловит флэшбеки, Трис пытается подпалить гиганта. Но магия не срабатывает, и к невероятной силе за способность убивать ведьмаков добавим неуязвимость к магии. Круто! Ламберт же, не сумев применить знак, тут это списывается на отсутствие медальона, выходит один на один против убийцы своих друзей. Но схватку, конечно же, проигрывает. Тут и рана сыграла свою роль, и отсутствие медальона, и общая дизмораль. Впрочем, от смерти его спасает Трис, открыв и затащив в портал. Доплер сбегает с поля боя сам, а вот отступницу с книгой Альзура захватывает в плен лысик. И вот тут-то нас, наконец, немного посвящают в основной сюжет. Оказывается, лысик был еще одним из экспериментов Альзура, чародея, который создал ведьмаков. А если быть точнее, он проходил через какие-то особые испытания, и благодаря им стал мутантом. Причем очень сильным, сильнее любого ведьмака. Учитывая его предположительный возраст, умение убивать ведьмаков в открытом поединке, и даже рефлект к магии. Это не дает конкретного ответа, но, видимо, так и должно быть. Ведь даже сам Атрис говорит, что не важно, кто он. На Каэр Морхен лысый напал, потому что искал книгу Альзура, которая нужна была ему, чтобы получить новые знания и усовершенствовать себя. Ведьмаков он убивает, потому что ненавидит. А ненавидит, непонятно почему. Возможно, конкуренция, или потому что он нелюбимое дитя. Но в 18 лет охотился за Ламбертом он явным для того, чтобы узнать у него, где книга. Забавно, что в итоге именно к ней тот его и привел. Причем случайно. Конечная цель лысого все так же непонятна. Отступница предполагает, что после убийства всех ведьмаков, тот возьмется за жрецов Вечного Огня и чародеек. Но это не точно. Как итог, совершенно непонятный злодей, которого не знаешь, ты знать особо не хочешь. Но чародейка все же соглашается помочь лысому. И в знак доброй и полезной воли возвращает тому нормальный вид лица. Значит, спасти Барда от смерти мы не можем, но вылечить шрам в 18-летней давности легко. Ясно, понятно. Лысый хочет большего, но чародейка отказывает и вновь оказывается в темнице. В это самое время, узнав, где держит его хозяйку, Доплер отправляется к Ламберту за помощью. Ведьмака к этому моменту уже успели немного подлатать, залечить раны и даже вернуть медальон. Поэтому он как никогда готов к новой дуэли. И на этот раз, возможно, благодаря концентрации, медитации и принятым эликсирам, Ламберт побеждает. С трудом. Благодаря лютику, удаче и непонятно чему еще, ведь до этого Лысый убивал ведьмаков легко и играючи. Но все же побеждает. Битвы не сильная сторона фильма, поэтому наблюдать за финальным поединком было не очень интересно. Даже помня, что он снят фанатами на голом энтузиазме. Пока Ламберт разделывался с охраной и боссом, Трис пыталась найти книгу Альзура, а Доплер освобождал Чародейку. В итоге все живы, и мы узнаем, что матерью Юлиана была Джулия Аббатемарка, сладкая ветреница, герой войны с нильфами и легендарная предводительница наемников вольной компании. Очень и очень неизвестный большинству персонаж. Так что отсылочка, так сказать, на знатока. В финале Трис забирает отступницу с собой через портал. Доплер почему-то остается на свободе, забирает ранее заныканную книгу Альзура и отправляется на Скеллиги ждать там свою госпожу. Ламберт забирает ведьмачьи медальоны и вместе с Юлианом отправляется в путь, попутно обучая его фехтованию. Теперь и у Ламберта есть свой порт. В первой сцене после титров Юлиан начинает свою, на полвека поэзии позже. А в самом конце и во второй сцене после титров мы увидим, что девочка, над которой проводила эксперимент отступница и про которую все давно забыли, оказалась жива, сбежала из заточения и таки воплотила в себе ведьмачьи мутации. Более того, убегая от монстра, она встретила Цири, какой та была представлена в Ведьмак 3. Вот такой вот задел на будущее. Отступница сбежит на Скеллиге и продолжит эксперименты с книгой Альзура. Ламберт, уже не последний ведьмак, и Юлиан, новый лютик, будут путешествовать вместе, а Цири возьмет себе на обучение юную ведьмачку. Наверное. Впрочем, будет ли продолжение, неизвестно. В целом, фильм мне понравился. Крутые атмосферные сцены в таверне и деревне, красивые виды и местами приятная музыка. Порадовали актеры, особенно Ламберт, Юлиан в итоге и Валазат. Обе чердейки тоже хороши. Много крутых и прикольных моментов. Периодическая «Ламберт, Ламберт», стишок, записанный Лютиком, то, как Ламберт засомневался, не желая убивать женщину, то, как Доплер обратился в Лютика, похороны Барда с реакцией Ламберта и то, как Ведьмак символично выкинул свой медальон. Все это мне понравилось. Потому и фильм в целом тоже с некоторыми, но понравился. Конечно, графика в основе своей выглядит не очень. Постановка боевых сцен не эпичная и не зрелищная, под стать звуковому сопровождению. Все это проблемы бюджетов и профессионалов. А так как фильм фанатский, претензий у меня нет. Единственное, что меня очень сильно расстроило, так это история. Сюжет с Лысым ужасный, зумбурный, непонятный, немотивированный. Злодей показан отвратительно. Не знаю, была ли проблема в сценарии или итоговом монтаже, но потенциально хороший задел свели в какой-то нелогичный фарс. Достаточно убрать начальную сцену, отметить несколько раз, что Ламберт последний ведьмак, с интригого зрителя, обыграть их необычную встречу и рассказать через воспоминания Ламберта, что произошло с нормальными пояснениями и комментариями. Показать, что Лысый необычный человек, а мутант, особые глаза, какие-нибудь руны на теле, особые реакции организма, ну хоть что-то, уже в разы стало бы лучше. А то сейчас ощущение, что Лысый это ядреная смесь лета в его огромности, Боннарта, с его тягой собирать амулеты, и Гюнтера, с его таинственностью, которая, впрочем, не работает совершенно. Сюжет с книгой Альзура чуть лучше, но несмотря на хороший задел, кажется очень местечковым, как будто речь идет не о книге Альзура, которая содержит невероятные секреты, сильнейшего людского чародея, создавшего не только ведьмаков, но и немыслимых монстров, а о журнале сделай сам за 1995 год. Да всем насрать, куда делась книга в конце фильма, кроме самой отступницы. Даже Ламберт и Юля ни на секунду не задумывали, что там в руках у Доплера, а не прикрытая ли тряпочками книга. Обидно, что историю можно было проработать и смонтировать чуть лучше, совершенно без дополнительных вложений. В остальном же, мне понравилось. И если выйдет продолжение, то в принципе с удовольствием его посмотрю. Не знаю, есть ли смысл после такого обзора смотреть фильм вам, но если есть желание, то в описании оставлю ссылки на оригинал с сабами и на русский озвученный вариант. А с вами был Эво Исребус. Поддержите видео лайком и канал подпиской, а также подпишитесь на группу в Телеграме, чтобы всегда знать о выходе новых видео или начале стримов, а не вот эти вот ваши умные ленты Ютуба или ВКонтакте, которые нихрена не показывают. На этом все и еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok